Внеочередные сессии маслехатов прошли в Иртышском и Успенском районах. По согласованию с администрацией президента, Акимами назначены Аян Бейсейкин и Николай Дычко. Уведомления о сумме налогов физических лиц на имущество и землю можно получить, отправив СМС. Без горячей воды остаются свыше 200 многоэтажек. Сегодня начались испытания в южной части Павлодара. Цифра будет расти. Осторожно брошенные сети! Экологическую акцию поддержали работники инспекции лесного хозяйства и животного мира. Вирус иммунодефицита человека. Бояться не нужно. Нужно знать. Заразиться ВИЧ можно при половом контакте, через кровь. От ВИЧ-инфицированной матери к ребенку. Люди часто боятся заразиться ВИЧ при обычном бытовом контакте. Нужно знать. ВИЧ не передается. При рукопожатии, объятиях и поцелуях, через пот или слезы, при кашле и чихании, через посуду и столовые приборы, в бассейне, душе, сауне, туалете, через животных и при укусах насекомых. Так что ВИЧ не передается через дружбу. Выбирайте безопасное поведение. Газоблок армированный по 460 тенге. Телефон 78-3232. В канцелярской планете стартует ежегодная акция. Помоги нуждающимся. Принеси старый рюкзак и получи новый со скидкой 30%. А также горячие предложения. Готовые школьные наборы всего за 4000 тенге. Отличная новость для детских садов. Приобретай канцелярские товары для всей группы и получай альбомы в подарок. Кроме того, в период школьного сезона каждому покупателю скидка 25%. А еще ты можешь выиграть планшет Apple iPad или один из 100 призов. Канцелярская планета. Готовься к школе летом. По инициативе Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан функционирует платформа трехстороннего партнерства НПО бизнеса государства АСАР. Платформа нацелена на создание новой эффективной площадки по сотрудничеству некоммерческого сектора бизнеса и государства. 21-22 августа 2019 года в городе Павлодар состоится третий республиканский форум трехстороннего сотрудничества НПО бизнеса государства АСАР. На тему социальной инновации. Формула успеха регионального развития. Главная цель форума – активизация усилий государственных органов, бизнеса и неправительственного сектора в решении социальных проблем местного сообщества. Работа форума пройдет по четырем направлениям. Эффективные модели участия бизнеса в развитии социальной сферы, мир в формате зеленого партнерства, роль IT-проектов в инновационном развитии социальной сферы и время инклюзивного общества. Костюмы ведущим предоставлены салоном мужской одежды «Ламберти». Провести анализ всех барьеров, препятствующих ведению бизнеса, вывести социально-экономические показатели Иртышского района на новый уровень. Такие поручения отдал глава региона Новому Акиму. По согласованию с администрацией президента им назначен экс-заместитель главы Павлодара Аян Бейсекин. На внеочередной сессии районного Маслихата депутаты поддержали кандидатуру. 32-летний Аян Бейсекин приступил к обязанностям главы Иртышского района. Он имеет два высших образования, профессиональную карьеру начал в 2008 году. Занимал ряд административных должностей. Ян Вахидович во всех должностях проявил себя профессиональным, компетентным управленцем, обладающим знаниями, умениями и науками. Хорошо ориентируется в вопросах государственной и рыночной экономики, владеет вопросами производственной и предпринимательской деятельности. Напомню, два месяца назад в ходе рабочей поездки глава региона раскритиковал работу Акима Иртышского, Серика Батыргужинова. За первое полугодие район занял 12 место из 13 в рейтинге социально-экономического развития. Сегодня новому руководителю поручение незамедлительно приступить к решению проблемных вопросов. Отстает по таким индикаторам ИФО промышленности 69%, это самый низкий показатель среди городов и районов. Обрабатывающая промышленность 68%, ИФО валовая продукция сельского хозяйства первого полугода текущего года. Иртышский район занимает 11 позицию в области. ИФО розничной торговли 12 позиция. Булат Бакауф отдельно отметил, необходимо уделить внимание лёгкости ведения бизнеса. Вместе с палатой предпринимателей провести анализ всех барьеров. Развивать сельское хозяйство. Кроме того, сегодня назначен новый Аким Успенского района. Им стал Николай Дычко, ранее занимавший пост первого заместителя председателя регионального филиала партии Нур-Отан. Аквапарк в Павлодаре планируют открыть в конце следующего года зал водных аттракционов, частный инвестпроект. В сутки его смогут посещать до полутысячи человек. Кроме бассейнов, там будут фитнес-зал и фудкорт. Об этом рассказали подрядчики главе региона. Булат Бакауф проинспектировал социально важные для области стройки. Подробности в бизнес-новостях. Сейчас в микрорайоне СРРК возводят 7 домов. Один арендный для очередников, квартиры в остальных реализуют по кредитным программам. Мы должны до 1 декабря сдать эти дома. До 31 декабря. Вот видите, они включительно Новый год включают. Зачем он тебе нужен? Ты сейчас усиляйся. Декабрьские 15 дней они тебе не нужны. Декабрьские 15 дней отрицательной температуры. Год заканчивается первым для вас, строителей. Глава области поручил подрядчикам работать без выходных. А для контроля закрепить за каждым домом специалиста от управления строительства. Далее Булат Бакаов отправился в район авиагородка. Там уже не первый год хотят создать поселок ИЖС. Сегодня видно, работы идут. Возводят за счет облигационных средств. Стоимость проекта 1,2 миллиарда тенге. Он включает 55 домов на 73 квартиры. Они все типовые, четырех видов, панельные и кирпичные. Продавать жилье собираются уже в этом году. Вы сидите, сами не знаете, возьмут, не возьмут. Очень хороший дом. 160 квадратных метров. 160 тысяч тенге квадратный метр. Сейчас если строить самому, то дешевле тоже не построишь. Плюс земельный участок. Облигационные средства, выделенные на строительство этих домов, предусматривают реализацию как через жилстройбанк, вкладчикам, и также по программе 7-20-25. Мы уже как местный исполнительный орган, мы вправе поделить 50 на 50. Главная проблема будущего поселка – отсутствие коммуникации. В этом году чиновники обещают подвезти воду и электричество. В следующем – центральное отопление, подъездные пути и прочее благоустройство. Тем временем Акимобласти проинспектировал строящуюся котельную в Аксу. Объект стратегический, стоимостью почти 11 миллиардов тенге. К слову, котельная по тендеру перейдет в доверительное управление. Также Булат Бакаов посетил в Аксу и другие стройки, в том числе студенческое общежитие и местный район ИЖС. Александра Петрова, Кбекбол Мирзахан, Сирико Нагбаев, телекомпания Ирбис. Уплатить налог на имущество и землю до 1 октября призывают физических лиц. В департаменте государственных доходов рассказали. Достигнута договоренность с единым расчетным центром горводоканала. При вручении своих квитанций раздают уведомления. В случае, если наши налогоплательщики не получили этого уведомления об уплате налогов, мы и хотели бы попросить, чтобы они написали нам на WhatsApp 8 707 612 97 76. В данном случае по этому номеру WhatsApp мы вышли уведомление платежщику по его указанному адресу. В профильном департаменте отмечают, в лицевом счете сумма появится не раньше 1 октября, так как это обязательная налоговая отчетность за 2018 год. В настоящее время, если налогоплательщик зайдет на сайт, он увидит только задолженность ту, которая имеется по налоговым обязательствам до 1 октября. Если у него есть что-то, он не платил за предыдущие периоды, если он не платил, скажем, по каким-либо причинам налог на транспорт не уплатил, высветится именно только задолженность предыдущих периодов. Тем гражданам, кто не оплатит до 1 октября, будет начисляться пеня за каждый день просрочки, говорят в департаменте. Кстати, уведомления о налоге на землю и имущество получат и жители многоэтажных домов. Внесено предложение, чтобы исключить эту категорию граждан от начислений. Пока же владельцы квартир, к примеру, в пятиэтажных домах, должны внести в бюджет до 100 тенге. Тимофей Голев, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». Радиаторы отопления итальянского бренда «Форза» производятся по самым современным технологиям. Учитывая все особенности систем теплоснабжения, эти модели превосходно справляются с задачей создания идеального микроклимата и придают интерьеру неповторимый стиль и уникальность. «Форза» — это 10 лет гарантированного качества, увеличенная теплоотдача, повышенный срок эксплуатации. Радиаторы отопления «Форза» — спрашивайте в специализированных магазинах города. Сотрудник кинологической службы Управления полиции Павлодара уволен из органов по отрицательному мотиву. Причиной послужила смерть человека. Подробности в материале Али Алмухамбетовой. О преступлении стало известно не из официальных сводок. Факты обнародовали пользователи Инстаграм. По предварительным данным, кинолог батальона патрульной полиции нанес жителю Павлодара удар, от которого последний так и не пришел в себя. По данному факту Управлением собственной безопасности проведено служебное расследование. Приказом Департамента полиции Павлодарской области данный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Известно, что инцидент произошел в середине лета. В одном из микрорайонов Павлодара кинолог во внерабочее время что-то не поделил с 35-летним жителем. В итоге последнего доставили в первую городскую больницу, где он скончался. Досудебное расследование ведется по статье «Причинение смерти по неосторожности». Теперь уже бывшему сотруднику полиции грозит до трех лет лишения либо ограничения свободы. С начала года из органов внутренних дел по отрицательным мотивам уволены 18 человек. Алиял Мухамбетова, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Одного из участников драки по улице Естая, которую бурно обсуждают в социальных сетях, задержали. Ему предъявлены обвинения. Об этом сообщили в полиции. А еще пользователи не оставили без внимания появившуюся в Павлодаре стену с изображением Виктора Цоя. Традиционная рубрика продолжает выпуск. Президент Казахстана подчеркнул, что благодаря повышению зарплаты удастся привлечь квалифицированных специалистов в систему образования. Министр, между тем, заявил, что с 1 сентября все учителя перейдут на пятидневку. Приходить в школу в субботу или нет, будут решать они сами. Это отличная новость для учителей. Зарплата в два раза. Это очень хорошо, ведь ту сумму, которую они получают, не хватает на жизнь. При этом вкладывают все усилия, чтобы дать хорошие знания ученикам. Да неужели? Давно пора сделать выходной в субботу. Учителя работают за часы. А так как в субботу дети не учатся, то и учителя не должны находиться в школе за просто так. Несколько человек устроили драку по улице Истая. Видео опубликовали в инстаграм очевидцы. Снимать старин не с начала конфликта, а потому видно, что двое парней уже лежат. Заканчивается ролик тем, что некий Саша пытается добить ногами того, кто уже и так без сознания. В полиции сообщили, одного из активных участников драки задержали. Ему предъявлено обвинение по статье хулиганства. Пользователи сети больше внимания обратили на правила ведения боя. Люди стали такими жестокими. Бить лежачего, который даже не двигается. В наше время лежачих не били. Мне кажется, неправильно это. Стена Виктора Цоя появилась в Павлодаре. Художники-граффитисты трудились над изображением все выходные. Фото появилось на стене дома по адресу Садпаева, 35. По словам авторов, работу оплатила жительница города. Пользователи сети, между тем, в восторге. Ребята, вы просто молодцы. Я прям прослезилась, увидев такой шедевр. Красавчики. Вам удачи. Творите на радость людям. Большое спасибо. Это поистине бесценный подарок для всех неравнодушных к творчеству Виктора Цоя. Мы тут тоже сегодня сфотались. Ребята молодцы. Очень здорово сделали. Продолжение следует... От премиум-класса до элегантного и функционального эконома. Представленная в салоне мебель обладает изысканным дизайном и широкой цветовой гаммой, благодаря чему гармонично впишется в интерьер любого помещения. Мебельный салон «Женуя». Бывшего исполняющего обязанности директора нефтехим ЛТД приговорили к условному сроку. Напомню, спустя два года после взрыва на предприятии Олег Тимашов через кассацию добился повторного рассмотрения его дела. Изучать материалы вновь стали в областном суде. В итоге решение оставили без изменения. В июне этого года рассматривать дело в отношении одного из обвиняемых стали с нуля. Допрос свидетелей, изучение экспертиз, бывший исполняющий обязанности директора обратился в суд, чтобы его признали невиновным. В 2017 мужчину приговорили к трем годам условно. В итоге накануне срок оставили прежним. Наказание в виде ограничения свободы назначено с учетом того, что Тимашов ранее не судим, совершил преступление средней тяжести по неосторожности, положительно характеризуется и имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей. Учитывая, что два года своего наказания он уже отбыл, по вновь вынесенному вердикту ему осталось отмечаться службе пробации лишь год. Вместе с тем продолжит действовать запрет на посещение увеселительных заведений. Артем Климан, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Более 500 многоэтажек в Павлодаре готовы к зиме. Ремонтные работы в подвалах и на тепловых сетях продолжаются, заявили коммунальщики. Сегодня утром отключать горячую начали в южной части города. Без кипятка люди останутся на время повторных гидравлических испытаний. Обо всем подробнее в следующем сюжете. Гидравлические в северной части города завершили неделю назад. Итог более 40 повреждений. Без горячей 191 многоэтажка. Между тем, сегодня испытывать на прочность начались сети, запитанные от ТЭЦ-1. Без кипятка останутся дома в южной части города. Всего отключить планируют порядка 650 высоток. По отключению ГВС можно посмотреть на сайтах Акимата города Павлодара, Павлодар Энерго, также по контактным телефонам 903-309. Это диспетчерская служба Павлодар Энерго. Сейчас с Акиматом города создана мониторинговая группа из числа депутатов городского масляхата, специалистов отдела ЖКХ, жилищной инспекции. Также включим контролеров тепловых сетей и будем ездить по домам, где у нас имеется низкая готовность. На сегодня 545 многоэтажек прошли опрессовку и промывку труб. Из них акты получили порядка 100. Между тем, отделом жилищной инспекции составлен список домов с низкой готовностью. В перечень вошли 223 высотки. Напомню, получить разрешение на подключение тепла во всем жилом фонде необходимо до 1 сентября. Азиза Исаба, Антон Тыщенко, телекомпания «Ирбис». На работу коммунальных служб, а также на дороги, жалуются зрители «Ирбиса». Заросшие травой дворы и засохший газон попали в объектив горожан. Время мобильного приложения. Смотрим. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега» дарит скидки на белорусскую мебель и спальни, а также объявляет о новом розыгрыше, который состоится 30 ноября 2019 года. Социальный дом. У детей ужасная аллергия. Трава не косится. Все бурьяном заросло. Помогите, пожалуйста. Вот такие дороги на втором Павлодаре. Вот, к примеру, сейчас едем по улице Омской. Грейдер вообще не ходил. По улице Крымова второй год не ходит. Отметки, наверное, ставят. Вторая Павлодар. Дороги ужасные. Никакой детской площадки. Вот сидят дети. И негде просто-напросто играться. Вот это место можно называть вообще свалкой. Тут мусор уже лежит около двух-трех месяцев. Вот посмотрите, какая у нас детская площадка по 1 мая 272. Трава высотой в метр. Тут не то, что детям, тут взрослым-то ходить страшно. А вот это вот сухие ветки. Никто их не вывозит. Помогите нам. Кто должен за это нести ответственность? Где наши депутаты? Вот. В городе у нас все творится. Если бы поливали вовремя, может быть, этого не было бы. Кутозово, 27. В субботу 7 человек прошло с газонокосилками. Смотрите, как они все это скосили. Вот с граблями прошли. Вот дети играют по вот этой опять же траве. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега» дарит скидки на белорусскую мебель и спальни. А также объявляет о новом розыгрыше, который состоится 30 ноября 2019 года. Мега-скидки. Мега-выбор. Мега-мебель. Современные гостиные. Мега-комфортные спальные гарнитуры. Идеальные обеденные зоны. Мега-широкий ассортимент лучших российских и белорусских фабрик. Для любителей нестареющей классики – изящные модели. Лаконичный модерн для мега-современного интерьера. Огромный выбор мебели на любой вкус. Вас приглашает оценить новое поступление «Торговый дом Мега». Мега-грандиозно! 55 дворов в районе телецентра преобразились в рамках «Эко-субботника». Рабочий инвентарь местным жителям выдали бесплатно. Порядок наводили и в других частях города. К массовой уборке внутриквартальных территорий присоединились и народные избранники. Преобразить свой двор решили жители многоэтажки по адресу Айманово, 10. На «Эко-субботник» вышли более 10 человек. Каждый был занят делом. Собирали листву, красили забор, бордюры и детскую площадки. Люди говорят, их инициативу поддержали и депутаты. Вышло очень много людей. Сейчас мы облаговаживаем детскую площадку, красим. Пришли наши депутаты. Вся городская территория, которая была поросла травой, все это убрали, скосили. И сейчас мы должны придерживать эту чистоту. Призываю всех жильцов нашего города, чтобы каждый жилец принял активное участие в субботнике. И просто в чистоте, чтобы содержать наш город чистым. Во дворах, в микрорайонах еще очень много работы. И депутаты Павлодарского городского масляхата сегодня вместе с жителями округов, дворов, микрорайонов вышли. Для того, чтобы убрать территорию дворовую, покрасить дворовые площадки. Поэтому мы призываем всех жителей города Павлодара выйти и сделать наш город еще чище. Между тем, в городском экимате заявили, в рамках экоакции планируют благоустроить все дворы. Начать решили стилить центра. Здесь порядка 160 многоэтажек. Это 55 дворов. В районе улиц проспекта Назарбаева-Камзина, Малой Сары, Чкалова. Вот этот квадрат был выбран для проведения мероприятия по чистому двору. Здесь в первую очередь, наверное, необходима материальная база. При обеспечении материальной базы, в принципе, я думаю, что у нас еще есть много районов, где было бы неплохо зайти и прибрать дворовую территорию, покрасить. Для наведения порядка все стилы коммунальщиков были направлены в этот микрорайон. Один ЖКХ предоставил технику для вывоза твердобытовых отходов, а также оборудование для покоса травы. Кроме этого, в водоворах произвели санитарную обрезку деревьев. А вот жилищная инспекция выделила 500 килограммов краски и известь кисточки, перчатки и мешки. Азиза Исабай, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Более двух километров сетей достали из водоемов области в рамках республиканской акции. На очистку отправились инспекторы лесного хозяйства и животного мира, спасатели, повладарцы. Что еще находилось на дне у солки, расскажет Артем Клеван. Чистить водоемы уже стало доброй традицией. Несмотря на призывы сохранять природу, браконьеры продолжают расставлять сети, а после улова их бросают. Сети являются одной из основных причин ухудшения санитарного состояния водоемов. Кроме того, она негативно влияет на водные биологические ресурсы всех водоемов. Поэтому мы сегодня такую акцию проводим в нашей Павлодарской области, на реке Усолка. В целом, кроме Усолки, определены семь участков реки Иртыш. В брошенных сетях застревает рыба, а после начинает гнить. Впрочем, на дне можно найти не только леску, но и другой, более объемный мусор. К экологической акции пришлось привлечь водолазов. Бутылки, к примеру, самый распространенный мусор на дне. На этот раз вынуть удалось автомобильную шину. Убирали прибрежную зону, вывезли в общей сложности две тонны пластика, целлофана, упаковок от продуктов. Стоит отметить, акция проводилась и весной. Тогда из водоемов вынули пять километров рыболовных сетей. Артем Клемон, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». Более трех тысяч педагогов стали участниками марафона. Он проходит в Павлодаре в 14-й раз. На диалоговых площадках в трех школах с докладами выступили ученые. Своими идеями поделились молодые специалисты. Какой новый предмет будут изучать дети, знает Азамат Айтхалин. Делится опытом с коллегами кандидат филологических наук Роза Ашимбетова. На днях она вернулась из столицы с республиканской августовской конференции. Там были подняты злободневные темы. Такие, как защита прав детей, закон о статусе учителя, взгляд на работу педагога со стороны родителей. Хочу донести до общественности города Павлодара, учителей города Павлодара, те идеи, те предложения, которые были озвучены в городе Нур-Султан. Думаю, что наши коллеги подхватят все инициативы, потому что подготовленность педагогов Павлодарской области всегда высокая. Все стратегии, все направления, которые будут приоритетны в 2019-2020 учебном году, сегодня на этих секциях будут обсуждены педагогами города. Наряду с молодыми, с опытными педагогами работают в секциях и выступают со своими проектами. В 65 секциях педагоги презентовали более 200 проектов. Уже в предстоящем учебном году школьников ждут нововведения. Я выступаю с наработкой по развитию исследовательских навыков в таком предмете, как краеведение. С начала этого года в школах города и нашей республике вводится данный предмет на уроках истории Казахстана, музыки, казахского языка. Это позволит побольше узнать об родном крае, о его географии, истории, обычаях и традициях, о народе, который проживает в каждом из регионов Казахстана. 14-й педагогический марафон будет продолжаться два дня. Затем пройдет городская августовская конференция. Она даст отчет к началу нового учебного года. Азамат Айтхалин, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Депутаты городского Маслихата сегодня побывали в нескольких школах Павлодара. Народные избранники вручили детям из многодетных и малообеспеченных семей подарки и денежные сертификаты. Депутаты городского Маслихата вместе с педагогами второй школы подарили детям небольшой праздник. Собрали тех, кому нужна помощь из нескольких учебных заведений. Сертификаты, одежду и констовары подготовили на собственные средства. Я сам как многодетный отец знаю, что нелегко собрать детей в школу, дорожает, к сожалению, многое. И на сегодняшний день вот такие акции мы проводим с той целью, чтобы откликнулись те люди нашего города, которые могут себе позволить помочь детям собрать в школу. Некоторые, наверное, бизнесмены думают, да что там мои пять тысячи решат. Нет, если каждый по копейке даст, это будет посильная помощь, я уверен. Группы депутатов побывают во многих городских школах. Поддержку оказывают в рамках республиканской акции. Для этого собрали 700 тысяч тенге. Алиял Мухаммедова, Серик Унакбаев, телекомпания «Ирбис». Семейная мастерская под открытым небом. Молодежный фестиваль «Арбат» подарил малышам и их родителям возможность собрать своего собственного робота из конструктора, а также показать танцевальные и вокальные умения на сцене. А тех, кто проводит выходные в творческой среде, в следующем сюжете. Громко и весело было в городском парке. На маленькой сцене выступали будущие большие звезды, делились настроением со всеми. Арбатфест – это большая творческая мастерская для всей семьи. Не умеешь петь и танцевать, тебя ждут головоломки. Родители с малышами собирали роботов из конструктора, гоночные автомобили и динозавров, а также играли в шахматы в лиге под названием «Будущий миллионер». Вообще клево, пришли с утра, праздник в разгаре, я с детьми, с женой, все отлично вообще. Отличное мероприятие, подготовленное для детей специально. Детям есть возможность проявить себя, показать себя на сцене. Прекрасная погода, свежий воздух. Мы играем в игру, и у меня хорошее настроение. Попробуй угадать, у тебя загадан съедобный фрукт. Банан. Вот молодец. Каждые выходные городской парк превращается в Арбат. Теплых дней осталось не так много, но, несмотря на прогнозы синоптиков, праздник детского творчества изодора продолжится. Артем Буланов, Антон Тыщенко. Телекомпания «Ирбис». Три золотые медали завоевали в Усть-Каменогорске повладарские атлеты. Там завершился этап Кубка мира по любительскому триатлону. Абсолютным чемпионом стал Александр Дымовских. А среди женщин высшая награда у его супруги Светланы. В своей возрастной группе победитель и Александр Хитров. А вот есть ли шанс на спасение у футбольного Иртыша? Узнаем через мгновение. Не переключайте. Спонсор новостей спорта – Павлодарский государственный педагогический университет. Поступай правильно. Поступай в ПГПУ. В Алматы стартовал Кубок Казахстана по хоккею. Все сильнейшие клубы сейчас в южной столице. Иртыш начнет свой поход за трофеем матчем против Горняка. А главная сенсация первого дня – крупное поражение Орлана от хозяев розыгрыша со счетом 5-1. Актобе в овертайме переиграл Кулагер 3-2. Алтай Торпеда разгромил Астану 8-3. О футбольном чемпионате страны свои герои, коим Иртыш, к сожалению, не относится. Павлодарцы уже больше месяца не могут одержать победу. Гимн страны и клубы слушали практически в одиночестве. При пустых трибунах, но болельщики все-таки продолжают верить в родную команду. Иртыш и Итобол не стали особо менять составы после прошлой встречи. Правда, у хозяев отсутствовал фон Сека. Забегая вперед, стоит сказать, что все 90 минут встречи получились невероятно скучными. Даже без намека на опасные моменты или быструю игру. Очень сильно провалились. Мы даже давно такого футбола не видел, как это. Скажу так, ни у кого глаза не горит. Они должны были тут бегать, играть, показывать игру. Может получиться так, что, которая команда будет, так сказать, соперник, по финансовым показателям они не потянут в премьер-лигу. И за счет этого Иртыш может остаться. Отношения игроков к игре, что ли, что-то, ну, не играют, видно, что не играют. Или не хотят. Как еще болельщики ходят, я удивляюсь. Нападения нет, как и не было. Вратарей поменяли. За какие заслуги вот этих вратарей двух взяли, непонятно. Ну, можно много чего говорить. Просто ситуация катастрофическая. То, что Иртыш провел все 90 минут в спокойном режиме, понять можно. А для команды, где нет людей, способных забить гол, даже одно очко в матче против лидера чемпионата уже достижение. А вот Тобол удивил многих. Первый коллектив таблицы, которому на пятки наступают такие акулы, как Кайрат и Астана, просто перекатывал мяч, а в обороне играл на вынос. Вот характерный момент. После такого трудно поверить, что Тобол претендует на золото. В итоге обе команды получили желаемое ничью 0-0. Энергии и сил после такой вялой игры у футболистов было хоть отбавляй. И они решили устроить потасовку после финального свистка. В самом матче таких страстей не было. Ну, чуть-чуть бокс. Много эмоций. Я говорю, что 0-0 это непопулярный результат, некрасивый результат. Но много единоборств, много так удара было между игроками. И в конце нормально так получилось. Они в ту игру сыграли, которую хотели видеть. Много было ошибок. По самодаче, в принципе, проблем нет. У Иртыша 18 набранных очков. И потенциальный вылет в первый дивизион можно отложить. Ведь и конкуренты играют слабо. У Атырау столько же набранных баллов, а у Тараза на один больше. И другие клубы нашего региона тоже стабильные, как и Иртыш. Экибастуз занимает предпоследнюю строчку в таблице. Но в первой лиге в отчетном туре горнякам удалось порадовать своих болельщиков. Молодежный состав Астаны пожаловал на ставший уже домашним для Экибастуза стадион – Жулдыз. Арена горняков находится на ремонте. Правда, без болельщиков команда не осталась. Они приехали и поддерживали футболистов все 90 минут. Лучший бомбардир хозяев поля Аслан Еркен забил первый и, как оказалось, единственный мяч в этой игре. Этот форвард сейчас самый дорогой актив команды Экибастуз. Претендентов на него много. Ну, какие-то закулисные разговоры ведутся. Но он у нас, мы его еще три года назад пригласили молодым. Он уже почти считается как наш местный. Тогда он никому неизвестный был. Сейчас уже у него есть имя и лицо. Значит, что он начал наконец-то забивать. После продолжительного. Он вылетел на месяц у нас после травмы. Сейчас начал забивать. Лучший бомбардир уже забил пять мячей. Это о чем-то говорит. Если Аслан Еркен все-таки примет решение уйти из Экибастуза, команда много потеряет в креативе. Да и забивать будет некому. Победа со счетом 1-0 позволила горнякам сократить отставание от идущего на 12-й строчке Кырана до 6 очков. Мы верим в команду. Самое главное, что мы верим в команду. Экибастуз еще вернется в большой футбол. У нас с Экибастуза вышли Дмитрий Шамко, Максим Федин. Это же наши. Руслан Есимов за Балдарские ртыши. Это же наши все экибастузские парни. Интересная разворачивается сейчас борьба за первую строчку в таблице. Алтай, Каспий и Кызылжар имеют примерно равные шансы на победу. А значит, потенциальную встречу с Иртышом в стыковых матчах. Если, конечно, павлодарцы захотят пощекотать себе и болельщикам нервы. Завершился турнир сильнейших по кикбоксингу в составе сборной Павлодара. Две золотые медали. Нурсултан Хасанов и Сара Хамзина – кикбоксеры элитного уровня. Побеждают в каждом турнире. Мало кому из их конкурентов удается услышать гонг. Все сдаются раньше отведенного на раунд времени. Техника доведена до автоматизма. Я завоевал первое место и, естественно, путевку на чемпионат мира. Хочу кратко рассказать, почему название турнира сильнейших и боксеров Республики Казахстан. Так как туда приезжают призеры и чемпион Республики Казахстан. То есть четверка. Ты приезжаешь, получается, сразу в полуфинал. И у тебя идет отбор на завысок в финал. Два боя, получается, не больше. Я дралась с представительницей Костаная со счетом 3-0. Одержав победу, вышла в финал. Там я встретилась с представительницей Тараза. И тоже, одержав победу, выиграла путевку на чемпионат мира. Павлодарские спортсмены лучшие в своих весовых категориях. И теперь пакуют чемоданы в Турцию, где стартует первенство мира. Интересно, что Нурсултан Хасанов совмещает спорт и службу в полиции. Говорит, обезвреживать опасных преступников порой бывает легче, чем одолеть соперника на ринге. Необычный вид спорта стал украшением 22-й областной спартакиады. 110 человек участвовали в перетягивании каната. Среди сельских команд лучшие силачи из Акулы. А в битве городов победа за экибастузом местные атлеты вторые. Спонсор новостей спорта – Павлодарский государственный педагогический университет. Поступай правильно, поступай в ПГПУ. А у нас на сегодня все. Но завтра новый день и новые победы вместе с телекомпанией «Ирбис». Спонсор новостей спорта – Павлодарский государственный педагогический университет. Поступай правильно, поступай в ПГПУ. Хорошее образование – это ваши перспективы в жизни. Павлодарский государственный педагогический университет, колледж, бакалаврят, магистратура, докторатура, PHD, современная научная база, 100% трудоустройство, новое общежитие, а также 25 грантов для обладателей Аутенбельга и 25 грантов для детей из многодетных семей и сирот. Мира 60 55 55 05. Спонсор прогноза погоды – Павлодарский государственный университет имени султан Махмуда Торайгырова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что обещают нам синоптики на вторник, 20 августа, расскажу прямо сейчас. С вами Кристина Ловцын. Здравствуйте. В Алматы день будет ясный – 28 градусов. В Кашитау, Петропавловске, Омске переменная облачность – 20 выше нуля. В Новосибирске ожидается ливень при температуре воздуха плюс 17. В Варнауле кремят грозы – 23 тепла, в Усть-Кемногорске и Семее возможны осадки – 26 градусов. В Карагандине – Насна – 22 выше нуля, в Дурсултане – чуть прохладнее – плюс 21. По данным Каскетрометцентра, на термометрах в Павлодаре ночью – 15 тепла, днем – 22 градуса, а также осадки с грозами. Спонсор прогноза погоды – Павлодарский государственный университет имени Султан Махмуда Торайгырова. У меня на этом все. Я желаю вам хорошей погоды в доме. Будьте счастливы. До завтра. Спонсор прогноза погоды – Павлодарский государственный университет имени Султан Махмуда Торайгырова. Спонсор прогноза погоды – Павлодарский государственный университет имени Султан Махмуда Торайгырова.